Привет, друзья! Обычно мы плаваем на своей резиновой лодке, а сегодня мы впервые отправляемся на яхте! На яхту! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Солнце, ветер, волны, паруса! Все это очень интересная тема! Обычно мы плаваем на лодке ПВХ с мотором, а сегодня нас пригласили друзья, с которыми мы познакомились на фестивале «Русские дороги», и мы отправляемся в путешествие на яхте! Иван, вы так качаетесь! И они, и вы качаетесь! Так, мы выяснили, что Люба уже качает, хотя мы еще никуда, между прочим, не отплывали! В общем, Люба стоит готовиться! Относительно яхты! Вот, смотрите, как это все происходит! Парни готовят парус к подъему! Ветер такой неплохой! Говорят, очень хороший для выхода! Еще раз говорю, что мы это впервые наблюдаем! Мы еще ни разу такую картину не видели, как это все делается! Добро пожаловать на яхту «Бетан»! 1983 год, Швеция! Совместно с Пене Альбом! Как мы заходим на лодку? Смело берем за ланку, она держит мачту, упираемся ногой, поднимаемся, переступаем, вы на лодку! По горку ходим на полусогнутых ногах, уменьшаем тем самым центр тяжести. Все, в когтике мы можем находиться свободно, без спаз-жилетов. Если мы передвигаемся по палубе, на носу, работаем с гротом, мы обязательно одеваем страховочное жилет. Вопрос ко всем, чем отличается страховочный жилет от спасательного жилета? Страховочный жилет? Он меньше? Нет, наверное, он зацепляет. Спасательный, чтобы спасать, а страховочный, чтобы... Отлично! Страховочный страхует вас во время работы. Спасательный мы одеваем только по команде капитана «Надеть спас-жилеты». Соответственно, мы снимаем страховочное жилет и одеваем спасательное жилет. Когда это происходит, это происходит только в экстренных ситуациях. Во всех остальных случаях, яхта – это самый надежный водный вид транспорта. Почему? Яхту невозможно перевернуть. У нее есть киль. Осадка у этой лодки – 1,70 м. Киль весит 700 кг. Соответственно, когда мы поднимаем основную пару с грот и с такси, у нас получается давление, лодка кренится. Крен на лодке – это нормально, по-другому яхта не ходит. Только если в случае нам ветер дует с кормы, то мы идем прямо. Во всех других случаях, если боковой ветер под углом, лодка кренится, и мы идем. Это нормально, 5 минут и выпрямим. Ну все, welcome on board. Так, применяем инструктаж на практике. Самую ногу. Так. Так. Все, я уже на месте. Правило очень простое. Если вы слышите команду «Сесть», что нужно сделать? Сестать. Сразу сесть. Почему сразу? Иногда может возникнуть вопрос «А зачем?» И в этот момент может прилететь вот эта штука по голове. Это называется гик, она же бум. И вот бум может быть фатальным. Поэтому, если вы слышите команду, вот видите, «Сесть», «Сели», потом можно спросить «А почему мы сели?» «А почему мы встали?» «А почему нужно перейти на левый или правый бок?» Но сначала выполнить команду. Это основное, в остальном всегда улыбки и наслаждения. А команда к обеду такая же сесть? Такая же. Выходим на малом ходу из гавани. Сколько лошадей пьет? Десять. Десять всего. Десять всего лошадей. Ну, это лодка водоизмечающего режима, это не глиссер. У меня маленькая машина нет. Она тихоход. А здесь такая громадерная. Здесь четыре колеса не поможает. Да. Мы на моторе выходим только из гавани и возвращаемся. Сейчас мы выходим, определяем, какой у нас ветер, встаем против ветра на малом ходу и ставим один из парусов. Какой парус мы будем ставить первым? Мы новички, мы не в курсе вообще. А, нет, первый, скажем, самый малый. Ставим самый большой дров, потому что у него большое давление, у нас может дунуть сразу, поэтому ставим сначала его и лодку держим против ветра. Кто будет стоять за рульпелем? Просто вот иди за этой яхтой вниз не смотрим, смотрим только вперед. Вперед? Да. Все, пробуем. Пробуем. Да, тут наоборот. Ты готов? Слышал, что они самоделят? Да, я слышал, и вот там еще он. А у тебя там скинг с дарчей краской дёрнился, ослабить гикошкот и ослабить гикостяжку. Запоминаешь? Гикошкот и гикостяжка. Я потом это напишу. Впервые слышим такие слова, для нас это все веревки, между прочим. Веревка гикошкот и веревка гикостяжка. Юля, твоя задача будет вот эти шкертики собрать и положить в калке. Елки-палки. Еще раз, как называется? Шкертики. 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 Шкертики послужили. Ага, понятно. Как шкварки. Шкварки я вот это запомнил. Шкварки проще, да? Оно же и вкусно. Да, оно же и вкусно, оно же и запоминается. Шкертики или что-то в этом роде. Как эти веревочки шкертики? Шкертики. Шкертики. Да, шкертики. Я там лодку ходил в ветрах, ходил в ветрах. Ах ты! Вот это да! Вот это да! Что-то я вам скажу. События. А со стороны вот так можно посмотреть немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Крен! Крен пошел. Хорошо. Женя, молодец. Владимирович Сергеевич. Женя, Люба, Оля. Молодцы! Меня похвалили! Меня похвалили! Меня похвалил капитан. Лево. Не должен поласкать. Круто! Круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А. 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 Корректор А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Корректор А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Любовь у нас отрулила свою вахту Начинает пить чай Алексей взял вахту на себя Поставили паруса вместе с Евгением Закуска И старшие помощники И тот же Кок выдает нам Произию Здесь у нас каюта Вот такая Небольшая Но кстати очень удобно Это прижать Яхта идет под креном Я конечно Прилег Почувствовать себя как это происходит Здесь Качает но Я бы не сказал что какой то дискомфорт Прям сильный Возможно есть какая то привычка Наш кемпер Женя С фестивалем Да вот Ребята Внимание У нас таланты на борту Это просто Это просто Шиды Европегиды Я кемпер Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok